Она призналась, что понемногу начала забывать русский язык. С китайским акцентом Мария Дорохова делится эмоциями от своего нового титула. Она стала мисс Европы, конкурс красоты проходил в арабском Ливане. Марию заметили представители российской модной индустрии и посоветовали ей участвовать в состязаниях. Было, конечно, немного волнительно, потому что множество участниц разных стран, все очень красивые, позитивные, яркие, общительные. Были интеллектуальные конкурсы, бикини. В ноябре этого года Мария Дорохова планирует участвовать еще в одном конкурсе красоты. Хотя девушка призналась, посвящать свою жизнь модельному бизнесу не намерена. Скоро она получит диплом магистранта политологии по международным отношениям. Кстати, учится в китайском вузе Мария бесплатно. Жалеет только, что с родителями видится очень редко, раз в год. Мы считали, что карьера – это ее университет, она один из лучших в Китае. Это ее хобби. Ее хобби, когда она занимается показами, она участвует в рекламе. Уже через неделю Мария вновь вернется к своей привычной бурной жизни. Лишь на время конкурса красоты китайские педагоги разрешили ей пропустить занятия. Мария говорит, дома, в родной Белокурихе, она наберется сил на целый год. Елена Кузовкина, Ирина Харитон, Алексей Фризин. Наши новости.